Вы знаете, почему меня смотрят? Потому что, ну, во мне еще осталось то самое, и никем не вырубленное, во мне осталась та самая партия, Коммунистическая партия Советского Союза. Но вот сегодня, сейчас я прекрасно начинаю понимать, что, может быть, это все не есть правило, по одной простой причине. Чтобы мы говорили о Коммунистической партии Советского Союза, вы должны понять, сколько мне лет. Мне примерно 43 года, и большую часть образования получил еще тогда, когда образование давалось бесплатно, естественно. То есть я получил ее в школе в 33-й, и вот там мне все это дело и пробилось. А затем уже был горный институт. Потом он перекувыркнулся туда-сюда, ну да ладно. То бишь, с Коммунистической партией Советского Союза я дружил всю жизнь, представляете, да? Я хотел в нее поступить в институте. По одной простой причине. Потому что я был октябренком, я был пионером, я был комсомольцем. Я практически хотел поступить туда. Но в 91-й год случилась очень нехорошая тема там. И партии-то уже то и не стало. Но всю жизнь я говорил, что Коммунистическая партия Советского Союза, она дала мне пункт номер один. Возможность оборотиться к Богу. Я верю в Бога с 89-го года. Понимаете, с Игорем Монином мы все это сделали, покрестились. Вот. Никаких проблем особых-то и не было. Вот. Но тем не менее, вот на сегодняшний день, что такое Коммунистическая партия Советского Союза? То есть в этой Коммунистической партии России уже никто ей не говорит. И никто ей не отвечает за свои слова. А время-то было крутое, потому что, ну, это было символом Российской Федерации, символом Советского Союза. Что когда человек говорил, он за свои слова отвечал. Вот. И вы представляете, да, в этом году я что-то понял, что как бы, ну, это, наверное, не есть то самое правило. По одной простой причине. Ко мне пришел человек, который представился, и что он будет отставить ваши интересы. Где? В Магнитогорском городском собрании. Евгений Железнов, депутат КПРФ. Я сейчас вам продемонстрирую те сюжеты, которые я ему и сделал. Ну, чтобы никто ничего не понял, у меня есть замечательные программы, купленные мной уже, опять же. Я все это дело могу делать, естественно. Вот. Но в итоге, что получилось? То есть в итоге человек просто, ну, поступил абсолютно неправильным образом. То есть это была не позиция Коммунистической партии Советского Союза, да, не Коммунистической партии России. То есть человек как-то странно поступил. Кого он швырнул? Ну, не швырнул, скажем так. Меня-то как можно швырять? Больного онкологии, да? Третий год. Вторая группа инвалидности. Нормально? Вот он меня швырнул, да. Мало того, он швырнул бы и вас всех, потому что, то бишь, разговор о чести слова и достоинства уже не в его категориях. То есть он вас швырнул. А как он вам швырнул, сейчас я вам покажу. Называть такого вообще человеком как-то не получается. Тем более депутатом. Все, что он делает, имеет достаточно странный оттенок. Когда человек швыряет больного в онкологии, ну вы подумайте сами. Хотя понять-то надо, кто лезет вверх, и он лезет по шапкам, он их. А у меня возникает мысль, зачем все это нужно? А зачем? Мы финансируем избранников, но им глубоко пофиг на нас. Вам это надо? Мне нет. А что касаемо партии. Для меня КПРФ не существует. В такой КПРФ, оказывается, ходят конченые уроды. Так что голосуйте за них, и вы понимаете, кого вы выбираете. Стоит ли вам это делать? Ну, думайте сами, господа. Если честно, к такому человеку я бы относился с неприязью в том числе. Представляете, да? Кого он и как он это дело сделал? То бишь, естественно, будут выборы, да? Но, естественно, перед каждым из этих выборов, если ко мне внезапно придет человек от КПРФ и скажет, Леша, помогите, я скажу, господа мои, ко мне обращался один человек. Так он ничего не сделал. То есть он в действительности не помог больному онкологии. Нормальная тема? Весьма интересная тема. Ну, так ладно. То бишь, если вы хотите, то попрошу вас вернуть те деньги, а потом уже будем с вами разговаривать. А иначе ничего не получится. А иначе, а что дальше-то будет? Я все-таки предлагаю голосовать за ту партию, которая, по сути, является лидирующим образом в нашей экономике. То есть это партия Единая Россия. Конечно, не все хорошо и не все гладко. Но, тем не менее, мы живем каким-то образом, да? И мы понимаем, что то, о чем мы говорим, это есть суть нашей проблемы. То есть Россия потихонечку становится великой, качественной и ржавой. Спасибо.